Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К морфологическим способам образования слова относят еще бессуффиксный способ. При таком способе суффикс отнимается от производящей основы, а не добавляется. Иногда отнимается не только суффикс, но и окончание. Бессуффиксным способом образуется существительность женского рода от прилагательных, со значением качества и свойства. Существительное «синь» образовалось от прилагательного «синий» бессуффиксным способом. Также бессуффиксным способом образуются существительные мужского рода, реже женского рода, от глаголов со значением действия или его результата. Существительное «бег» образовалось от глагола «бегать», в основе которого мы видим суффикс «а». Этот суффикс исчезает при бессуффиксном способе. Бессуффиксным способом образуются существительные общего рода, например, слово «ягоза». Оно образовалось от глагола «ягозить», в основе которого мы видим суффикс «им». К морфологическим способам образования слов относят сложения. Существует несколько видов сложения. Например, сложение целых слов. «Диван-кровать», «ракета-носитель». Такие сложные слова пишутся через дефис. Соединительные гласные отсутствуют. Есть сложение основ с помощью соединительной гласной «о» или «е». Так образовались слова «вертолет» и «кошевар». Есть сложение слов из словосочетаний. При этом может происходить одновременное присоединение суффикса. Так образовалось слово «железнодорожный». В нем мы можем выделить две основы. Есть соединительное гласное. И происходит одновременное присоединение суффикса «н». Слово «железнодорожный» образовалось из словосочетания «железная дорога». Также есть сложение части слова с целым словом. Например, «полдыни», «половина дыни» или «полуостров». Есть сложение частей слов «универмаг», что значит «универсальный магазин», «завуч», что значит «заведущий учебной частью». Слова, образованные именно таким способом сложения, называют сложно сокращенными. И есть еще сложение начальных букв слов или аббревиатуры. Например, «ОБЖ», что значит «основа безопасности жизнедеятельности» или «МИД» – «Министерство иностранных дел». В аббревиатуре видите все буквы прописные, точки между буквами отсутствуют.